Приветствую дорогие, но это обзор уже 177 выпуска оригинального комикса «Ходячие мертвецы» Роберта Киркмана. Для начала я напомню, что главным событием прошлого выпуска была долгожданная встреча и Мишон ее родной дочери Элоди. Кроме того, нам впервые показали, что же собой представляет это самое сотрудничество. Внешне там все благоприятно, есть какая-то торговля, люди как-то ходят, работают, но если присмотреться, есть кое-какие проблемы. Например, нынешний помощник Памелы Ланс, очень похожий, кстати, на Нигана, в очень грубой выпуске обошелся с подругой Юджина по переговорам с Тефанией. Ланс пригрозил ей буквально изгнанием за то, что она попыталась наладить контакт с иноземцами. Также, несмотря на обещанный Киркманом самый высокий уровень развития, в сравнении с остальными и ранее нам известными группами, в глаза бросается, что здесь люди также передвигаются на телегах, из чего можно понять, что здесь нет ученых, способных, например, наладить производство бензина. Сама же губернатор Памела философски говорит, что новый мировой порядок – это маяк посреди павшего мира, но Мишон не очень вдохновляет эти слова. Кстати, вы меня можете даже, наверное, спросить, чувак, а чего у тебя сзади вообще выпуск с августа еще, да? И я вам ближе к концу расскажу, почему это так, и это, я вас уверяю, будет очень интересно, и наш Киркман все еще может нас удивлять. 177-й же выпуск начинается в этот раз с Александрии. У Рика появился, кажется, новый дружок по имени Майки или просто Мишка. Мишка советуется с Риком, как ему дальше учиться писать, если он влюблен в своего преподавателя Анну. Рик нипотически ему говорит, что это нормально, и все будет хорошо. Потом Мишка советует Рику тоже что-то написать об Андреа, чтобы она осталась в памяти, но Рик говорит, что даже не знает, с чего начать. Вообще, Майки кажется эдакой комиксной заменой Карла для Рика, но вот в комиксе Карлуша жив и здоров, правда, Рик с ним почти перестал общаться. Затем нас впервые за долгое время опять возвращают в Хилл Топ, который все еще восстанавливается после нападения шепотов. Один постовой сменяет другого и по дороге замечает открытый хлев. Он решает его закрыть и диндон-диндон-диндон замечает очень соблазнительную картиночку. Я понимаю, что сыграю сейчас на нервах некоторых поклонников Лорен Коэн, но буквально не могу удержаться, чтобы не съязвить, что теперь слухи про уход Мэгги в девятом сезоне для меня стали намного яснее. За дверью постовой заметил очень интимную сцену начала совокупления Мэгги и Данте, которые буквально как голодный жермальный пирог накинулись друг на друга. Почему я считаю, что Мэгги может уйти? Потому что фанаты шоу, да и Лорен Коэн в большей степени очень любили Глена, что в сериале, что в комиксе. В их больных идеалах теперь Мэгги должна оставаться монашкой буквально до появления правнуков, но не дай бог не предать Глена, несмотря на то, что она живой человек. Это понятно уже сейчас, когда читаешь фанатские паблики в инстаграме и контакте, и я думаю продюсерам просто лишний раз не захочется рисковать потерей драгоценных рейтингов. Короче, ребяткам обламывают кайф, и у Мэгги просто всё опускается, ей становится стыдно и она уходит. Потом нас снова переносят уже за 800 километров в Содружество, где на просторной полянке также расположились двое молодых людей. Им хорошо вдвоём, но тут, конечно же, предсказуемо к ним подходит Ходячий. И вроде бы всё плохо, но тут откуда-то прилетает топор, и бедный зомбарь уже дохлый окончательно. Прилетел топорик от огромного чернокожего по имени Мерсер. Себастьяну, а именно так зовут малого человека, это не нравится. Он начинает храбриться, что и сам бы справился с Гнеляком. И вообще он очень крутой, да и какое право он вообще имел за ними подглядывать. Из его спича мы также узнаём, что это ещё и местный мажор, потому что он является как раз сыночком той самой Памелы, губернатора этого города. Мерсер, не подавая виду, слушает весь этот ор. Ему неприятно такое поведение. Мелкий уродец говорит, что он и сам бы справился с двумя мертвецами, но уже на следующем слайде видно, что никаких двух там близко и не было, а есть как минимум 11 долгых мертвяков, которых убил Мерсер. Следующим кейсом нас переносит уже в жильё Эллади, дочки Мишон. Они снова обнимаются, плачут. Из этого диалога мы узнаём, что Эллади живёт в содружестве уже почти 4 года. Ей лучше здесь, чем где-либо. Но здесь живут далеко не добрейшие люди. Эллади говорит, что уже не верит вообще в такое понятие, как доброта. Она уверена, что и мать давно уже не верит в это понятие, и Мишон с ней соглашается. Мишон интересуется, здесь ли тоже и вторая дочка лет. Но Эллади говорит, что она не смогла этого сделать. Примерно за год до прихода суда, она и Калет жили в Кентукке. Но когда случился апокалипсис, они по плану отца ушли на север, где встретили одну группу. Там они уже жили без него. В группе были очень плохие люди, но они защищали их от мертвецов. Однажды вернувшись с вылазки, кое-кто захотел воспользоваться сёстрами. Калет отказалась добровольно участвовать в этом, и с ней случилось что-то плохое. Поэтому Эллади сначала покорилась насильником, ну а потом буквально обезумев, убила их всех. И сейчас её терзают мысли об этом. Кейс на этом обрывается. И самое главное, что мы здесь можем, друзья, сказать об этой сцене, о том, что нам стало известно, что сначала апокалипсиса прошло в комиксе около пяти лет. Это подтвердил уже, собственно, сам Киркман через слова Эллади. То есть, четыре года они провели в Содружестве, и до этого она ещё год жила в Кентукки, когда начался апокалипсис. То есть, считайте, пять лет. По-моему, это очень важная информация, которую мы должны учесть на будущее. Затем нас снова переносят в здание мэрии Содружества, где Памела объясняет путникам из Александрии, что после возвращения Мишон им будет отдано оружие, и они смогут добровольно решить, оставаться или уходить домой. В этот момент в здание врывается тот самый маменький сынок. И как последний мудак начинает жаловаться матери, что её охранник Мерсера обломал ему намечавшийся перепихон. Затем уже Памела стал отчитывать Мерсера, что являясь лучшим из лучших, он допустил вообще такое, что её дитятя оказался в такой близости от опасности. Видно, что Мерсеру это до черти не доело. Уже в раздевалке мы становимся свидетелями очень интересного диалога Мерсера и второго военного Джорджа. Джордж сочувствует Мерсеру и говорит, что он готов всё изменить, пусть только Мерсер дал на это добро. Кажется, и Мерсер готов к свержению этого руководства. Он не знает когда, но уже готов просто ничего не делать и не сражаться, чтобы этих ублюдков просто съели ходячие. Однако во время этого разговора в раздевалку заходит Сидик, который точно слышал их слова, и они его замечают. На этом выпуск заканчивается, и он оставляет очень интересную зацепку. Что теперь сделают эти военные Сидиком и другими? Я думаю, что теперь все Александрийцы, пришедшие сюда, будут в опасности, потому что охранники почти точно не захотят рисковать. Возможно, как раз разжигание нового конфликта и начнётся отсюда. Теперь становится яснее, почему мы видим, что на обложке апрельского выпуска на принцессу нападают рыцари. Я бы поставил дальше, и мне кажется, что как раз конфликт уже начнётся в апреле, и возможно, даже кого-то убьют. Скорее всего, это будут либо Юмико, либо Принцесса. Но на Юмико я бы поставил скорее, потому что Принцессу Киркман ещё нам до конца не раскрыл. Так или иначе, обратно в Александрию уйдут уже четверо, а не шесть человек, как мы видели на августовской обложке. Я долго ломал голову, что хотел сказать Киркман, опубликовав тогда, ещё в августе, ту обложку. Почему там четверо, а не пятеро, и почему они без лошадей? Сегодня я, кажется, кое-что понял. Обратите внимание снова на эту обложку и пересмотритесь внимательнее к Мишон. Как вы думаете, это действительно Мишон? Когда я читал свежий выпуск, меня поразило, какими похожими сделал Чарли Адлард, Мишон и Элоди. А теперь давайте разбираться. Во-первых, я заново просмотрел все выпуски, начиная с этого, и ни в одном из них Мишон так не одета, как здесь. Во всех Мишон одета в длинный плащ, а под ним пиджак. На обложке же на девушке надета спортивная курточка, но никак не плащ. Второй момент. Во время всей дороги до содружества, Мишон несла свою катану в ножнах возле ноги, но на обложке девушка ее несет за спиной. Другими словами, это почти точно не Мишон, либо она переоденется и в этот раз почему-то изменит себе и повесит катану за спиной. Это не очень заметно, но я просмотрел уже кучу выпусков с Мишон, и везде она носит меч либо в руках, либо в ножнах. Это ее, кстати, отличает от сериальных Мишон, носящих меч только за спиной. В итоге имеем то, что Мишон, принцесса и Юмико, скорее всего, останутся, вероятно, в заложниках у рыцарей содружества, а остальные, включая теперь еще и Элоди, пойдут домой. Потенциально это очень интересная ситуация, потому что группе никогда еще не приходилось сталкиваться с таким большим числом противников. Конечно, мы еще не знаем, сколько вообще военных у содружества, но, вероятно, много, так как 50 тысяч человек охранять от зомби, это не баклуши бить. Также из выпуска стало ясно, что все же новый губернатор, скорее всего, будет адекватной персоной, и ей с Риком будет по пути, если она окажется захвачена своими же людьми. Так или иначе, скорее всего, в этот раз одной силой Рику точно не вытащить друзей. Здесь пригодится мастерство дипломатии, а уже в ней Рик, ну, скажем прямо, не очень силен. И, возможно, в этот раз все же ему придется прибегнуть к красноречию Нигана, который собаку съел на переговорах с мудаками. Вспомните хотя бы его поход к шепотам, когда он влюбил в себя Альфу, и его переговоры с новыми спасителями, когда те пришли воевать, но ушли, не проронив ни единой капли крови, не считая Шерри, конечно. Итого, друзья, на этой неделе вышла отлично 10 серия. Не позволяй ни одному из своих паршивых решений стоить жизни людей, которых ты любишь. И, кроме того, для меня неожиданно еще вышел и классный выпуск комикса. Да, он настраивает на очень какие-то неожиданные для нас события. И в то же время в ответах на вопросы к этому выпуску сам Киркман ответил, что в ближайшее время, то бишь уже в следующем выпуске, нам стоит ожидать появления Нигана, который, я вам напомню, в декабре ушел куда-то в небытие. Кроме того, Киркман пообещал, что в следующем выпуске Ниган даже будет что-то жарить. Как вы думаете, что или кого он может жарить на костре? Ну, а это на данный момент все. Спасибо всем, друзья мои. Обязательно подписывайтесь на канал, вступайте в группу, делитесь роликом с друзьями. Ну и, конечно же, да пребудет с вами сила великого Нигана. Пока. Ах, мам, ах, кукки!